Еще пару недель назад Юлия Детленко работала медсестрой на станции переливания крови. Сейчас девушка оставила родной Глухов и добровольно пошла служить. Возникло дело защищать нашу Родину, наших ребят, поддерживать, оказывать им медицинскую помощь. Поддержка. Страшно всем, но нужна наша поддержка. Я думаю, они в этом нуждаются. Вместе с сотнями мобилизованных Юлия пополнила ряды воинской части под Чугуевым. В полевом лагере живут больше тысячи человек из Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областей. У них распорядок дня такой, как и в армии был, есть и будет подъем, завтрак, получение оружия, выдвижение на полигон и занятие боевой подготовкой с утра до вечера. С понедельника по пятницу, в субботу, в воскресенье по плану парка хозяйственного и выходного дня. Каждый третий среди мобилизованных доброволец. Есть тут и контрактники, и военные запасы. Этот предприниматель из Харькова участвовал в боевых действиях, еще будучи советским офицером. Сейчас передает опыт другим. В основном, как выживать на поле боя, как зеленка, так и вода. Сейчас намечаются городские бои, это самый сложный, самый тяжелый вид боя. И подготовка к городскому бою, как минимум, должна снизить потери, если это правильная подготовка. Сколько продлится подготовка новобранцев к выполнению боевых задач, военные не раскрывают. Основный акцент подчас подготовки подразделений ставим на практичные занятия с вогневой, тактичной, инженерной, військово-медичной подготовки. То есть, что необходимо нашим подальшим для сбережения их жития. Обеспечить новое подразделение всем необходимым помогают благотворители. Чугловские бизнесмены привезли разгрузочные жилеты и карематы. Их военным не хватает больше всего. В чем-то еще Наполеон Бонапарт говорил. Тот народ, который не одевает и не кормит свою армию, ему будут кормить чужую армию. Поэтому мы только за украинскую армию и за единую Украину.